здравствуйте товарищи в очередной раз мы будем разбираться с капиталом маркса и вот мы закончили и четвертая одера перешли к пятому производства абсолютной относительной прибавочной стоимости игровая у нас теперь 14 абсолютная и относительная прибавочная стоимость игровая это очень интересная надо сказать в каком смысле в том смысле что при ее изучении поверхностном у человека могут сражиться я бы сказал антимарксистские воззрения на природу производительного труда на природу рабочего краса и в каком-то смысле даже появятся аргументы в пользу наших оппонентов которые заявляют что вот все наемные трудящиеся это суть рабочая и всякий труд это производительный труд ученого в том числе который по формулам что-то там считает а потом на основании этого машину делают и так далее значит ну ладно займемся что тут с чего начинает прямо маркс маркс тут резко берет быка за рога выше смотри пятую главу мы рассматривали процесс труда абстрактно независимо от его исторических форм как процесс между человеком и природой и говорили мы если рассматривать весь процесс с точки зрения его результата то и средства труда и предмет труда выступают как средства производства а самый труд как производительный труд ну и добавлю тогда говорили что труд это производство вещей иногда говорят что труд это производство стоимости на самом деле это не совсем аккуратное высказывание потому что строя стоимость это трудозатраты конечно труд не трудозатраты воспроизводит, а полезные вещи, которые вынуждены у нас эти трудозатраты отбирать в своем изготовлении. Ну и, тем не менее, вот так вот бы рассказано. Но уже тогда Марс в примечании 7 вот этой пятой горовы добавил, что это определение производительного труда, получающееся с точки зрения простого процесса труда, совершенно недостаточно для капиталистического процесса производства. Но вот это и подлежит здесь дальнейшему исследованию. Ну и далее Марс отмечает, что при простом процессе труда умственный и физический труд, они не раздельны. Они сливаются воедино. Когда вы в огороде что-то сажаете, когда вы точите деталь на токарном станке, ну невозможно разделить, где здесь труд умственный, а где физический. Ну, все-таки как-то принято говорить, что физический труд, результатом физического труда является предмет вещь, это физический труд. Но понятная идея, что без затрат ума, без затрат интеллекта, без умственного труда ничего сделать нельзя. Ни огород скопать, ни детали выточить, не говоря уже о том, что есть очень сложные работы, и слесарная, и умственная, где требуется очень высокая степень умственных затрат, и человек, незнакомый с этими затратами, какой бы он физической силой ни обрадал, эту работу не выполнит. То есть здесь умственный и физический труд, они фактически едины при простом труде. Но, как написал Марс, впоследствии умственный и физический труд разъединяются и доходят до враждебной противоположности. Продукт превращается из непосредственного продукта индивидуального производителя в общественный, в общий продукт совокупного рабочего. То есть вот совокупный рабочий. Это получается, что и… Рабочего или работника, там как написано. Рабочего. А у вас? Работника. Да вы что? Да. Совокупного работника. Вот. И это, так сказать, правильно. Вот у меня том 50-го года, вот в нём вот так. И это ошибка перевода. И сам Маркс, вот, дело в том, что на английском языке это звучит одинаково. Немецком одинаково. Немецкий первый был, арбайтер. Работник и рабочий. А во французском два. Подождите, подождите. Первый Маркс, капитал, на каком языке выше? На немецком. Нет, имеется в виду немецкое издание. А второй был авторизованный. То есть где Маркс делает правки на французском языке. А не на английском языке первый, капитал выше. Мне казалось, что потом Маркс штудировал специально перевод на немецкий язык. И как бы его писал второй раз. А давайте посмотрим, где происходит это первое. Что-то я вот здесь. На немецком? Может быть. Может быть. Да, зюр критик, где... А, это продолжение работы. Это критика политэкономии. Не, 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 нет. Нет. Даст капитал. Да, виноват. Я был неправ. Я был неправ. Фон Карл Маркс. Да. В английском Энгельс мог что-нибудь написать, а Маркс? Мне вот казалось, что была определенная эпопея, когда, так сказать, переводили с английского на немецкий капитал. Ну, может быть, это я не буду говорить. Не буду говорить. Это здесь может быть. Ну, в любом случае, значит, то есть вот в первом издании там не разделялись эти, а потом уже, да, во французском издании там, не напомните, как там звучало? Нет, как звучит на французском, не знаю. Увриер там. Просто два разных слова. Термина работник и рабочий. Работник и рабочий по-разному. В учатке пишутся. Они расщепились. Но, как я понимаю, вот в переводе с Хворцова-Степанова там слово рабочий все-таки было. Ну, наверное. Может быть. Но это, по крайней мере, эта вещь, она гуляет. И вот здесь надо понимать, что, конечно, здесь имеется в виду совокупный работник. Никакого совокупного рабочего быть не может. Но и тут, и дальше пишется. Уже самые кооперативные… Работник, наверное, тоже может быть, но просто работник это шире получается. Нет, но если брать всех работников предприятия, инженеров, технологов, конструкторов, рабочих, то тогда получается совокупный работник. Совокупный рабочий тоже, наверное, можно сказать. Если они вот на одной машине работают, вот там коллектив рабочих изготавливается. Ну, кстати, по-моему, в понятии мануфактура, там что-то такое Маркс говорил, что вот там это разделение труда, вот еще в мануфактуре, когда там один там это дует, другой крутит, третий песок замешивает. Это как вот раньше один ремесленник это делал. То теперь как бы это вот совокуп, вот эти там семи, сколько там, 10 рабочих, это как бы вот совокупный рабочий, который раньше делал один, а теперь вот они делают по отдельности. Вот что-то такое было. Нет? Давайте отсюда не будем отвлекаться. Вот, и поэтому уже, дальше Маркс пишет, поэтому уже самый кооперативный характер процесса труда неизбежно расширяет понятие производительного труда его носителя, производительного рабочего. Он у меня рабочего. Работника. У вас работника. Теперь для того, чтобы трудиться производительно, нет необходимости непосредственно прерогать свои руки. Достаточно быть органом совокупного работника, да? У вас работника? Достаточно быть органом работника. Совокупного работника, а у меня даже написано рабочего, выполнять одну из его подфункций. Проведенное выше первоначальное определение производительного труда, выведенное из самой природной материального производства, всегда сохраняет свое значение. Применение совокупному работнику рассматриваемому как одноцерое. Но оно не подходит более каждому из его членов, взятому в отдельности. Вот так. Теперь рабочий, как совокупный работник, получается не производительным трудом занят, а все вместе, включая инженеров, секретаршу директора и самого директора генерального, они все заняты производительным трудом. Получается вот так. И это, вообще говоря, очень сильно наших противников, что вот все мы заняты производительным трудом, и вот, а вы тут со своими рабочими носитесь, и им там преимущество даете. Без кворума рабочих нельзя решение принимать, а тут все производительные работники, и все тут производительно трудятся. Вот как это здесь вот? Очень просто. Есть понятие совокупный работник. А это не значит, что отдельный инженер, отдельный бухгалтер являются производительным рабочим. Это разные вещи. Но с другой стороны, пишет далее Маркс, понятие производительного труда суживается. А это другое совсем направление уже, это связано с конкретным способом производства. И капиталистическое производство есть не только производство товара, но по самому своему существу есть производство прибавочной стоимости. Рабочий производит не для себя, а для капитара. Поэтому уже недостаточно того, что он вообще производит. Он должен производить прибавочную стоимость. Только тот рабочий производитель, который производит для капиталиста прибавочную стоимость или служит самовозрастанию стоимости капитара. А вот далее Так, например, школьный учитель Если позволительно взять иллюстрацию Вне сферы материального производства Является производительным Что там написано? Рабочим Рабочим О, школьный учитель даже и у вас А у вас? Тоже рабочим Дахно, школьный учитель, еще раз Если позволительно взять эту иллюстрацию Вне сферы материального производства Является производительным рабочим Если он не только обрабатывает детские головы, но и изнуряет себя на работе для обогащения предпринимателя Вот это вот любимое, так сказать, раскистское присловие, что все мы работаем, поэтому все мы рабочие О как! Вложит ли предприниматель свой капитал в фабрику для обучения или в карбасную фабрику? От этого рассматриваемое отношение нисколько не изменяется Поэтому понятие производительного рабочего отнюдь не исчерпывает соотношение между деятельностью и ее полезным эффектом, между рабочим и продуктом его труда Оно включает себя также специфически общественное и исторически возникшее производственное отношение, делающее рабочего непосредственным орудием возрастания капитала Ну и далее он пишет, что быть производительным рабочим от несчастья проклятие и так далее Но вот что можно сказать по этому поводу? Значит, это понятие, такое понятие производительного труда и такое понятие рабочего, производительного Оно распространяется Марксом только на капиталистическую формацию Только лишь с точки зрения производства прибавочной стоимости В этом смысле производительным работником, правильнее все-таки работником, а не рабочим, является школьный учитель И только здесь можно говорить о том, что это производительный труд И Маркс считал примерно так же, это не мы здесь Маркса модифицируем А вот в своем, можно сказать, конспекте капитара, не все из этого конспекта он успел развить А конспект этот называется теорией прибавочной стоимости И он в трех томах капитара присутствует Вернее в одном томе, но этот том он трехтомный Том 26, а он в трех частях В трех книгах, в трех частях Вот, и что он там пишет? Там есть грава производительный труд И вот у него Нет, грава не так, сейчас вспомним Раздел там есть, производительный труд в системе капиталистического производства Вот, и там есть Это раздел такой Вот, а, раздел такой Производительность капитара Производительный и непроизводительный труд И вот в этом разделе есть глава «Производительный труд в системе капиталистического производства». И там вот Маркс пишет, что только буржуазная ограниченность, считающая капиталистические формы производства абсолютными его формами, а следовательно вечными естественными формами производства, может смешивать вопрос о том, что такое производительный труд с точки зрения капитара, с вопросом, какой труд вообще является производительным, или что такое производительный труд вообще. То есть вот здесь Маркс пишет о производительном труде учителя, как о производительном труде с точки зрения капитара. И он разделяет этот производительный труд с понятием таким, как производительный труд вообще. Только она, ну эта точка зрения капитара, может поэтому кичиться, как проявлением особой мудрости, своим ответом, Что всякий труд, производящий вообще что-либо Имеющий что-либо своим результатом Тем самым есть уже производительный труд То есть вот точка зрения Маркса Однозначная и прямая на этот вопрос Ну и здесь нельзя не упомянуть Ксизм это живая наука, да, она развивается И вот есть вот такая книга Михаила Васильевича Попова Александра Владимировича Золотова Фирософия производительного труда И здесь в этой книге дано определение Производительного труда современное Которое в парне служит, может служить путеводной нитью Для того, чтобы понять, что такое производительный труд Здесь сказано на странице 13 Производительный труд это труд Непосредственным и основным результатом которого Являются вещь, энергия Или перемещение вещей в скобках энергии В пространстве Слово непосредственный означает здесь то Что между человеком и вещным предметом труда Не стоит ни один человек Их разделяют только средства труда Вот эта книга еще раз Фирософия производительного труда Она есть на библиотеке И на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии И на сайте Фонда Рабочей Академии Вот прошу любить и жаровать И в общем-то для раскрытия понятия производительного труда Ее надо Простудировать Вот, ну а мы идем дальше Давайте еще остановимся Давайте То есть я согласен, Иван Михайлович Основные вехи развития понятия производительного труда Изложил Я бы еще хотел акцентировать внимание Первый момент Вот Когда Некритически если Прочитать Вот эту мысль В отношении школьного учителя И там ключевое замечание Маркса Если позволительно взять пример Не сфера материального производства То есть Школьный учитель это же сфера услуг Это не сфера материального производства Поэтому Марк пишет Если позволительно взять Поэтому когда он дальше Пишет Это производительно рабочий То как правило Это берется слово в кавычки Потому что это не сфера материального производства И первое Исходное Фундаментальное Основополагающее положение Маркса Марксизма Что производительный труд Третий раз повторяем Это труд В материальном производстве Непосредственным результатом Которого является Вещь Предмет А вот дальше, совершенно правильно Иван Михайлович говорил, это понятие в условиях конкретной формы или системы производственных отношений капиталистических суживается, сужается. Во-первых, производительный труд уже должен быть трудом, производящим стоимость. Дальше, не просто производящим стоимость, а производящим прибавочную стоимость. Что капиталисты интересуют? Не просто произвести стоимость, а произвести прибавочную стоимость. Да, но получить прибавочную стоимость присвоить он не может, если не будет произведена стоимость. И четвертый момент, который здесь, может, не совсем отражен, мы должны, скажем, это сказать дальше. Прибавочная стоимость, она на поверхности буржуазных явлений выступает как прибыль. Вот я задам всем вопрос. Кто-нибудь видел прибавочную стоимость? Она есть. Она есть. Но она сущность. Когда мы говорим сущность эксплуатации, это производство, присвоение, безвозмездное присвоение прибавочной стоимости, которая создается от трудом, наемных, рабочих и так далее. А на поверхности явлений прибавочная стоимость, ну, нельзя увидеть. Мы видим прибыль. Но тогда, если мы говорим о прибыли, то надо вообще говорить об издержках производства. Совершенно. Потому что… Мы забегаем вперед. Сейчас я закончу. Да, да, да. То есть, на поверхности буржуазного общества не прибавочная стоимость, а прибыль. То есть, прибавочная стоимость – это сущность, а вот как она являет себя, как прибыль. Это, так сказать, одна мысль, вторая, ведь общество классовое, буржуазное, да, то есть, к позиции класса, скажем так, прольтрета, рабочих. Вот Маркс рассмотрел в первом томе производство прибавочной стоимости. А дальше он рассматривает уже в третьем томе, мы забегаем несколько вперед, что такое прибыль. Вот в голове капиталиста прибыль, ведь он получает прибыль, некий, так сказать, приращение к авансированному капиталу. То есть, в его голове вот эта прибыль является результатом не труда наемных рабочих, а результатом функционирования всего авансированного капитала. А весь авансированный капитал включает в себя переменный капитал и постоянный капитал. То есть, затраты на рабочую силу и затраты средств производства. Вот отсюда, так сказать, даем понятие прибыли. Это превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как порождение всего авансированного капитала. То есть, если прибавочная стоимость, это что такое? Это результат прибавочного труда наемных рабочих только, то на поверхности явления, вот эта самая прибавочная стоимость, выступает как порождение всего капитала. Вот такие, я это привел пример, повторяю, мы забегаем вперед, это уже, так сказать, третий том капитала, до которого мы неизвестим. А у нас, так сказать, подорота. Вот здесь происходит то же самое. И вот четвертый шаг, четвертый шаг, это когда вот эта самая прибавочная стоимость, создаваемая производительным трудом наемных рабочих, она перераспределяется дальше. Она перераспределяется между капиталистами. Она попадает в сферу услуг и так далее и тому подобное. То есть, есть первичное, вторичное, третичное распределение и перераспределение ну, национального дохода и в том числе прибавочной стоимости. И вот там уже фигурует понятие прибыль. И с точки зрения, так сказать, буржуазного, так сказать, отношения капиталиста, вот те учителя, актеры, писатели, которые приносят ему прибыль, являются для него производительными работниками. Работники, может сказать, и рабочими, и труды их являются производителями. Но это, повторяя, вот это движение от сущности поверхности. И, так сказать, в условиях буржуазных отношений, значит, вот это явление, оно противоречит сущности, выступает в превращенной форме. Да, но это только при условиях товарного хозяйства. Конечно, да, системы капиталистических товарных отношений. Наверное, можно двигаться дальше. Ну и далее Маркс переходит, собственно, к абсолютной относительной прибавочной стоимости. Мы о них уже говорили. Надо вспомнить. И мы помним, что абсолютная прибавочная стоимость – это прибавочная стоимость, которая получается за счет увеличения прибавочного времени. Или за счет увеличения рабочего дня сверхнеобходимого. А относительная прибавочная стоимость – это стоимость, которая получается за счет сокращения необходимого рабочего дня. То есть, за счет роста производительности труда, снижения трудоемкости. Эй Маркс здесь пишет, что, во-первых, он здесь исторически несколько вдается. У него есть такая фраза – формальное подчинение труда капиталу уступает место реальному. Но далее он вот объясняет, что и раньше, в общем-то, в докапиталистические времена, тогдашние, скажем так, представители торгового капитала, в частности, они имели… Откуда у них была прибыль? За счет того, что они вот в том числе вот спекулировали, скажем, у рыбаков там покупали дешевле, продавали где-то дороже. Вот. И как бы… Но это было такое формальное подчинение, как пишет Маркс. А здесь, на фабрике, рабочий уже, как он чуть дальше сказал, он вынужден продавать свое прибавочное время, свою прибавочную стоимость за право создавать себе необходимую стоимость. То есть, он уже не может просто так взять и начать что-то производить для себя. Почему? Потому что по двум причинам. Во-первых, вот в Англии, в эпоху, вот как раз, о которой описывает Маркс в «Капитале», там просто-напросто затыкали все возможности, в частности, для какой-то личной жизни и ведения хозяйства, для мягкой буржуазии, скажем так. Там разоряли крестьян этими овцами, и вплоть до того, там Маркс описывает, просто вот ходили по стране отряды, отравливали тех, у кого там где-то домик, кто-то с чего-то кормится. И их гнали на фабрики. С одной стороны. С другой стороны, вот после внедрения фабричных способов производства, целый ряд существования, условия существования для ряда разновидностей меркой буржуазии, например, для ручных ткачей и так далее, они были просто подорваны. И фабрики давали такую производительность, которую ручной ткач не мог дать, и ручному ткачу бывшему не оставалось выбора другого, кроме как идти на фабрику. Вот. Но это вот как произошло подчинение вот этого, формальное подчинение труда капиталу, уступая уступира место реальному, да. И теперь уже рабочие были подчинены капиталу. То есть капитализм уступил, и товарное производство приняло тотальный характер, и товаром стала сама рабочая сира. Но вот по поводу относительной абсолютной прибавочной стоимости, Марк тут пишет так, что на самом деле между ними нет никакой разницы. Почему? Потому что... А как получилась прибавочная стоимость? А потому что рабочий день больше стар того времени, которое необходимо рабочему для обеспечения своей жизнедеятельности. То есть рабочий день стар меньше. Стар больше, чем необходимое время. А с другой стороны, почему возникла прибавочная стоимость? А потому что рабочее время стало меньше, чем рабочий может работать. Ну и он здесь пишет, в частности, с известной точки зрения, вот я сейчас Марк зачитаю, потому что в моем изражении, может, это звучало несколько хуже, с известной точки зрения разница между абсолютной и относительной прибавочной стоимостью представляется иллюзорной. Относительная прибавочная стоимость – абсолютная, потому что она предполагает абсолютное удлинение рабочего дня за пределы рабочего времени, необходимого для существования самого рабочего. А с другой стороны, абсолютная прибавочная стоимость – относительная, так как она предполагает развитие производительности труда, позволяющую ограничить необходимое рабочее время частью рабочего дня. Но если обратить внимание на движение прибавочной стоимости Вот о чем мы говорили тогда, когда разбирали абсолютную и относительную прибавочную стоимость Мы там дельту рисовали, да? На движение прибавочной стоимости Это короче, тождество исчезает Раз капиталистический способ производства возник и став всеобщим способом производства Разница между абсолютной и относительной прибавочной стоимостью дает себя знать Когда дело идет о повышении нормы прибавочной стоимости вообще Иначе, предпорагая, что рабочая сира оплачивается по ее стоимости, мы становимся перед такой альтернативой. Если дана производительная сира труда и нормальная степень его интенсивности, то норма прибавочной стоимости может быть повышена лишь путем абсолютного удлинения рабочего дня. С другой стороны, при данных границах рабочего дня, норма прибавочной стоимости может быть повышена лишь путем изменения относительной величины составных частей рабочего дня. То есть за счет изменения производительности или интенсивности труда Ну а заработная плата, тут еще раз Маркс повторяет, не должна падать ниже стоимости рабочей силы Но вот мы сейчас живем в несколько других условиях, и рабочая сила у нас деградирует, и Россия вымирает Я бы здесь уточнил, вот то, что вы сказали и зачитали, мне кажется, это прекрасный пример и обращик того, как Маркс владеет диалектикой Да, да, да Смотрите, давайте если мы посмотрим оглавление, вернемся несколько назад, то, что мы изучали Сначала Маркс рассматривает абсолютную прибавочную стоимость, затем рассматривает относительную прибавочную стоимость А эта глава называется абсолютная относительная То есть рассматривать единственные Да А рассматривать единственные дилектические, это значит, вот то, что вы сказали, сначала они ничем не отличаются Да, они моменты Абсолютная Относительно, относительно, абсолютно А потом, оказывается, и это не так Да, различаются Так они моменты Вот, и это первое И второе Маркс не делает допущение, что предположим Рабочая сила плачется полностью по своей стоимости Да, да, но Это так называемый метод научной абстракции Ведь в восьмой главе, когда мы рассматривали рабочий день Маркс тоже пишет Мы делаем предположение, что рабочая сила у нас плачется полностью по стоимости рабочей силы И при этом, в результате цепочки доказательств, что имеем, что капиталист все равно оказывается с барышем с добавочной стоимостью Да, 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 да То есть, никакого обмана нет Да, то есть, даже если рабочие будут получать полностью стоимость рабочей силы, все равно прибавочная стоимость имеет место быть Если капиталист сумеет организовать производство так, чтобы при оплате рабочих по стоимости рабочей силы, у них бы еще оставалось добавочное время А если он организует не так, как надо, он вылетит в трубу и не будет капиталистом А если будет платить ниже стоимость рабочей силы, то и не будет Он будет получать дополнительно Не дополнительно, а сколько-то получит и увезет в офшоры На этой оптимистичной ночи Ну и дальше здесь вот еще один очень интересный момент А естественно, тут Маркс говорит о естественной базисе прибавочной стоимости И Маркс вот пишет, а какова вообще стоимость рабочей силы в разных условиях Вот, и он отмечает, что вот скажем, в Древнем Египте Вот чем можно пояснить бурное развитие Древнего Египта Что там стоимость рабочей силы очень низка Там можно было корень папируса выдернуть, его зажарить и скормить детям И там Маркс какую-то смешную сумму оценивает воспитание ребенка Дети там ничего не стоили, бегали горы, одевать их не надо было Поэтому там была возможность эту всю публику А у тебя много свободного времени, ну иди построй ко мне пирамиду А то вот я помру, где лежать-то буду Вот, и поэтому вот это все жрецы были Которые, так сказать, имели досуг, которых кормили Это вот способствует Но с другой стороны у Маркса здесь вот есть очень такое интересное Я подытожу, мы рассматривали несколько раньше И потом вернемся в главе, посвященной заработной плате То есть стоимость рабочей силы входит в исторический момент Географический, моральный, многие-многие-многие другие Понятное дело, что опять-таки забегаем несколько вперед Скажем, заработная плата это денежное выражение стоимости товара и рабочая сила А стоимость товара и рабочая сила, стоимость средств существования Необходимая для воспроизводства рабочего и семьи Если коротко, понятное дело, стоимость средств существования, что входит? Например, одежда Одно дело на севере, там без шуб, видимо, не обойтись И другое дело в теплом климате, где они не нужны Значит, этот элемент Наличие теплой одежды, он увеличит стоимость рабочей силы для северных регионов Вот простейший пример географического влияния на стоимость рабов и так далее Ну и вот тут еще, мне кажется, надо добавить Что вот у нас, ну я думаю, слушатели нашего кружка знают Что вот нашими товарищами с 2007 года производится расчет стоимости рабочей сила И уже этих расчетов для разных городов и для разных местностей довольно много И все они, в общем-то, стягивают Для разных специальностей рабочих Да, причем для разных специальностей рабочих Потому что разный труд, в частности, труд докера Он очень трудозатратен, как один знакомый докер говорил Мне в день, когда я работал докером, мне в день нужна была пачка маска Если да, съедал Вот, так что это влияет, конечно Но все равно, где-то вот среднеинтегрально Получается, что эта стоимость выходит далеко за те рамки зарплат Которые мы сейчас имеем в среднем по стране Где-то она за 100, со 150 даже тысяч выходит практически по всем регионам При одном работающем у нас получается за 200 тысяч То есть доход на семью должен быть доход до 200 тысяч Ну и тут необходимо быть реалистом и понимать, что если в семье трое детей То жена это вообще не боец финансового фронта Там, чтобы... Наш товарищи посчитали, что если она положенное количество лет посидит с тремя детьми Затем будет работать Да какое есть положенное количество лет? Дети болеют через одного Вот постоянно, у кого трое детей Вот все говорят, кто-то один постоянно болеет Так что это... Вот это... Но Дера я не к этому зовет даже Вот вы говорите, моральные в том числе предпосылки И привычки, исторические Вот Откуда мы взяли вот этот набор усруг Которые вот мы туда закладываем Не слишком ли это жирно мы там считаем? Мы брали тот набор усруг Который считался нормальным в советское время И более того Мы там считали трехкомнатную квартиру С учетом научно-технического прогресса Развития производства И роста потребностей Даже современного в разноуществе Значит, мобильные телефоны включены Виктор Иванович Это обязательно Во-первых, мобильные телефоны включены, конечно Но все эти гаджеты, извиняюсь за выражение Это такие копейки И даже более того Автомобиль, который в советские годы был В общем-то Но если не элементом роскоши То предметом определенной зажиточности считался Это все равно, так сказать Вот попробуйте убрать все гаджеты Убрать автомобиль И все равно вы получите сумму Всяко больше 100 тысяч рублей Основные траты там Это жире, медицина Медицина, питание И образование Там предразумевается, что твоих детей На эту зарплату родители должны выучить А это начинается со школы Там иногда уже сейчас доходят У меня вот соседи жаривались До 6 тысяч рублей в месяц Там на то, на то, на то Это самое А если трое детей Все в разных красах Там это Вот Так что поэтому Это вот Это во-первых А потом по этим гаджетам Вот докеры, по крайней мере Они считали очень скромные Они на семью Вот где трое детей Считали нужен один компьютер На 5 лет Но это Это не о чем И телефоны Тоже там, по-моему Они там 5 лет считали И так далее То есть Ну Тут действительно Может быть чаще И барство определенное Но все равно Эти гаджеты Это копейки 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 По нынешним временам Поэтому они почти ни на что не влияют Если их вычеркнуть Вот все гаджеты Автомобиль Все равно останется много Я к тому говорю Что Все равно останется намного больше того Что сейчас мы имеем И отсюда вымирание России И деградация рабочей силы Но это мы вот здесь Но тут есть еще один момент Вот Очень интересный Вот Но отсюда не вытекает Обратного поражения Что наиболее продородная почва Является наиболее подходящей Для роста капиталистического Способа производства Последний Предпорагает Господство человека Над природой А слишком расточительная природа Ведет человека Как ребенка на помочах Она не делает Его собственное развитие Собственной необходимостью Это вот Очень интересно Здесь Была такая книга Лет 20 назад Наверное вышла Почему Россия Не Америка Ее вот двигали Определенный Там Мухин такой И там вот все доказывалось Что в России Никогда не будут жить Так богато Как в Америке Потому что Америка Распорожена в более южных Широтах Там более продородные почвы И так далее И тому подобное И поэтому нечего Тут и замахиваться На американский образ жизни Но уже тогда Так сказать В общем-то Люди и капитал читали И вообще так сказать Люди-то вообще не дураки Они говорили Ну тогда получается Что богаче всех Должны жить в Африке А в Финляндии Скажем Там должны Там жить Там это Печкой Дровами топить Там в шкурах Кутаться там В какие-то И как бы не замерзнуть И все время Должно уходить на это А в Африке Где банан сьер Там ходишь А остальное время Наукой занимаешь Там телефоны Nokia Выпускаешь И так далее То есть Это вот Совершенно вот Неверный такой подход Что Прямая зависимость Природных богатств И уровня жизни Это совершенно Не играет Наоборот Тебе и так Тепло И сытно Ну и сиди И радуйся И ни о чем Не думай лишним А северные люди Вынуждены думать О том Как бы им зимой Не помереть Да Совершенно верно Вот Ну и тут Так Далее Здесь пишется Что Вот тут Напишется Что лишь при помощи Прибавочного труда Рабочий может Купить себе Позволение Трудиться Для поддержания Собственного существования Вот И при такой обстановке Легко возникает Иллюзия Будто доставлять Прибавочный продукт Является Врожденным Качеством Человеческого Труда На самом деле Это не так Да Мы знаем Что В первобытном Обществе При коммунизме Тогдашнем Не было возможности У людей Производить Добавочный продукт И Там в общем-то И не было Прибавочного труда Люди там Кстати Зачастую Жили Не так И плохо Они не так И много Я знаю Что они там Все там 24 часа в сутки Работали Для того Чтобы От каких-то Напастей Оборониться Они там Не так много И работали Вот Но и тем не менее Значит Здесь Маркс Далее Пишет Что Не существует Никаких Природных Ограничений Для того Чтобы Когда у человека Появляется Возможность Создавать Прибавочный продукт Чтобы кто-то Его Не захапал И не заставил Работать на себя Никаких Естественных Природных Ограничений Для этого нет Так же Как пишет Маркс Нет никаких Природных Естественных Ограничений Для того Чтобы Люди Друг друга Ели Далее Он пишет Там 4 миллиона По-моему Известно Этих Каннибалических Племен Всяких Во времена Маркса То есть Это здесь Никаких Ограничений Природных Нет Природные Ограничения Могут быть Только лишь В ходе Красовой Борьбы И в дальнейшем Вот выхода На коммунистическое Общество Уже на новой Основе О всемирном Развитии Производительных Сир Вот Ну и далее В общем то Вроде мы Все Основное Мы Рассмотрели Следующая У нас Грава 15 Изменение Величине Цены Рабочей Сиры И прибавочной Стоимости Но это Вот уже Мы здесь Всю главу Подбираем Всю главу Думаете Да Она большая Нет Небольшая Небольшая Здесь 4 случая Да Она небольшая И я Предлагаю И последнюю Она 4 страницы И мы закончим Весь раздел Ну давайте И так Две